Всем здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. Меня уже представили, меня зовут Даша. Я хотела бы вам немножко показать, что Совет Семей делал на протяжении всего года. Как мы все вместе общались и что мы делали. Вообще Совет Семей, как и Дай сказали уже, он образовался год назад на той же конференции, только второй. Сейчас третья конференция, на второй конференции мы как-то собрались и принимали участие в различных активностях и делали какие-то вещи для больных людей из вас. Самым первым нашим мероприятием это был пикник как раз в тот день, когда, да, вы все знаете, что 21 июня это день, посвященный этой болезни. И наше первое мероприятие это вот такой большой дружный семейный пикник вот на Пресненском парке. Это, да, вы видите здесь, вы можете, вернее, увидеть здесь знакомые лица, все здесь, мы все опять вместе. Это наша первая встреча Совета Семей, где мы собрались и начали что-то обсуждать. Здесь мы уже как раз обсудили, после пикника уже обсуждали, что уже мы будем делать дальше. И здесь встреча по душевному базару. Такое основное мероприятие было достаточно для нас эмоциональное, и мы к нему долго готовились. Это душевный базар, благотворительная ярмарка. И готовились мы уже, ну, достаточно заранее. Это сувениры, которые были представлены на душевном базаре. Они сделаны волонтером фонда. Сейчас я... Ну, сейчас они подойдут, и я уже тогда всех представлю. Это как раз мастер-класс, на который мы собираемся для того, чтобы было нам что-то делать, что мы делаем на мастер-классах, то, что мы подаем на благотворительных ярмарках. Все проходит душевно, по-домашнему. Это вот все, кто собирается. И что мы делаем? Также мы решили на встрече, которая была после пикника, что мы будем поздравлять подопечных, к которым мы можем доехать, те, конечно, кто в Москве. И это как раз поздравление с днем рождения. Это уже второе, не второе, а следующее, да, наше, скажем так, наше сбор, где мы обсуждаем следующий план. И уже сейчас будет череда тех ярмарок, к которым мы готовились. Это вот новогодние такие. Мы застали как раз эту волну, успели вернуть. Это вот самая первая ярмарка Брусбитера. Это вот, вы как видите, все сувениры, то, что вот делали. И сам душевный базар, конечно. Вот здесь вот, вы видите, сделали мы вот такую карту. Это карта Москвы, и там, где живут подопечные фонда, да, а те станции метро, они с васильками. Таким образом мы привлекаем каких-то вот людей, кто хочет помочь, да, волонтеров. Можно посмотреть на эту карту и увидеть сразу, да, я живу рядом, я могу заехать, завести там что-то, да, сходить в магазин. Я, потому что я живу рядом, могу прийти, выйти, да, как-то помочь погулять, выйти. Такая карта здесь тоже, она представлена. Если у вас, у кого-то есть желание, посмотрите ее на его, там, в Google, если уж. Это в Росбанке ярмарка. Это уже следующее. И новогодние посетилки, и мастер-классы тоже там, где мы обсуждаем все вот наши моменты, где мы собираемся и как мы собираемся. Мы, здесь это я показываю для того, чтобы вы видели, что все, да, все происходит на его, и на самом деле мы собираемся, и на самом деле обсуждаем это не какие-то такие мифические истории. Также на очередных наших обсуждениях мы приняли такое решение, что мы можем поздравить несколько семей, у кого есть дети, с Новым годом. И тут как раз представлены фотографии, что мы ездили с Дедом Морозом, тоже с представителем Совета семей, и поздравляли те семьи, у кого есть непосредственно дети. Здесь уже 2017 год. Это великолепное мероприятие, которое провели, вернее, мы помогли провести нашим волонтерам, о которых говорила уже Наталья, той группе, которая образовалась, тоже очень хочет помогать. Вера, я хочу тебя представить. Мы прекрасной девушке во всем помогали, да, это мероприятие было организовано ей, был концерт, это ярмарка, был великолепный концерт, и так же собрались, да, и все душевно-душевно общались на остальные годы. Ну, это следующая ярмарка, уже, да, тоже в компании «Филлипс». Предлагаю всем присоединиться к нашей дружной семье. Здесь указан мой телефон, так же вы на ярмарке можете взять буклетик, там рассказано, что мы делаем, и так же есть мои контакты. Хотела бы представить вас, вам, всех участников Совета Семей. Это вот прекрасная девушка Елена. Это руки золотые, это ярмарка наша, это вот все субиниры, это потрясающий просто человечек, которые, вот эту красоту, которую, да, если вы захотите вдруг забрать с собой что-то, это вот сделано ее руками, и еще есть у нас замечательная девушка Инна, она тоже, да, тоже готовит ярмарки, делает потрясающие вещи, вот вы увидите, все представлено. Также член Совета Семьи, конечно же, это наша любимая Лариса, но ведь у нее просто, да, это самый первичный человек. Также Паша Станий, это наши вдохновители, инициаторы, и направлятели. Вы их уже не войдете? Подъезжайте. Ну, вы их видели, да, на всех фотографиях, и Дед Мороз, это вот наш, Дед Мороз, наша прекрасная фигурочка. Мы здесь, конечно, не совсем все, но примерно нас где-то, вот, да, где-то пока десяток человек. Мы привлекаем тех, кто хочет, у кого есть желание, кто может, пожалуйста, присоединяйтесь. Нам нужно расти, потому что у нас планы на год тоже все ярмарки охватить, а для того, чтобы это сделать, нам нужны, конечно, руки, и ваши идеи, советы. Конечно, столько голов, это хорошо, но когда еще больше, это всегда лучше. Извините, меня зовут Лена, мне бы хотелось, нам нужна любая ваша помощь, любая, материальный, моральный, по физической. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, мы еще раз выдадим буклеты, выдадим телефон, если кто-то хочет участвовать на ярмарках, пожалуйста, присылайте свои работы, родственники, подопечные. Мы рады будем и счастливы, когда просто вы не видели тех лиц, когда они подходят, покупают у нас, мы говорим, что это сделано руками наших подопечных, волонтеров, насколько радостные сразу глаза. Это не начинается, вот купи-продай, это прям люди с удовольствием покупают, и ваши работы уходят в хорошие руки. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Спасибо. Лена, я тоже хочу вас. Я все это время пыталась вспомнить, каким образом я приплыла к фонду, но так и не поняла. Но не важно, получилось так, что как-то... Получилось организовать мероприятие, попросить одних знакомых, вторых знакомых, и, конечно, обратиться к Маше и к Даше, как к представителям фонда и совета семей, и сделать, естественно, это мероприятие совместно, типа встречу или проводы Нового года, я не знаю, не важно, что мы праздновали, мы, главное, нашли повод и встретиться. И мне кажется, что эти такие мероприятия надо делать на регулярной основе, ну, не очень часто, конечно, потому что мы понимаем, как вам трудно выбраться, но самое главное, их очень тщательно подготовить, потому что, ну, надо все мелочи просчитать, рассчитать, потому что это люди приезжают нам необыкновенные, так сказать. Ну, эта деятельность только в самом нашем начале, она еще не приобрела какое-то название, там, план, пока все спонтанно возникает, но возникает, слава Богу. И мы стараемся информировать об этом следующим образом. Во-первых, всегда делает рассылку служба баз пока, я думаю, со временем мы снимем с них, когда у нас будет какая-то база данных, людей, которых мы охватываем, то мы снимем с них эту обязанность, чтобы они занимались своими делами. И поэтому я прошу, если кто вот заинтересован, чтобы ему лично присылали информацию, то есть у некоторых у меня есть доступ, у некоторых нет, то подойдите ко мне, оставьте свои координаты, потому что у нас еще есть не такие глобальные мероприятия, а вот Ксения, Черная ее пока нет, они организовывают, ну, такие, как говорят, мелкий опыт, достают какие-то, договариваются о бесплатных каких-то билетах, смотрят место, договариваются о помощи, и люди могут выехать на концерт, в общем, в кино или что-то еще. Так что будьте добры, подойдите ко мне, мы с вами познакомимся, с кем я еще не знакома. И, конечно, следите за нашей информацией, и давайте свои комментарии, предлагайте помощь, то есть пишите, и мы будем с вами сотрудничать. Нам очень нужны помощники. Всего доброго. Добрый день. Мы хотим, чтобы наша семья росла. И все, кто что-то умеет, какие-то нарукотели, все, что к нам приходили, рассказывали и были вместе с нами. Живи сейчас. Спасибо.